Великое разоблачение и грибов, и гипнотерапии. Эти силы нас просто сводят. Съел грибов и оказался в Таиланде в этом доме. Ну как это могло логически произойти без грибов? Как? Пуф! В реанимации просыпается 12 швов, проткнутые бедра, порезанные. Гипнотерапевт более привычный, типа такой высший психолог. Здесь точно идёт работа уже извне. Демоны есть или демонов нет? Есть что-то потустороннее, мистическое и что-то высшее. Приветствую, друзья. Мы сегодня с Евгением Мусульцевым, наставником Академии Павла Дмитриева, заслуженным гипнотерапевтом, который лечит незначимые заболевания, встретились на подкасте. Евгений, приветствую. Приветствую, Глеб. Очень приятно с тобой пообщаться. Вот. Значит, мы за кадром много общались. Я тут немножко неформальщина добавлю, да. И мы общались в основном на тему ретритов, гипнотерапии. Так сказать, разоблачали. И вот сейчас мы будем тоже продолжать разоблачать. У нас будет великое разоблачение и грибов, и гипнотерапии. И вот, Евгений, как ты считаешь, насколько гипнотерапия вот не работает прям? Не работает. Судя по тому, что сейчас происходит в мире, того, каких мы встречаем гипнотерапевтов, она не работает вовсе. Потому что, если исходя из того, что мы с тобой сейчас обсуждали за кадром, когда встречаешь человека, и он говорит тебе, что я гипнотерапевт, окей, покажи, какие у тебя есть кейсы, что ты уже сделал как гипнотерапевт, какие ты результаты дал, сколько жизней ты спас, сколько людей исцелил. Нисколько. С чем ты работаешь? Совсем в мире. Да, и с этим, с этим, окей, работаю с неуверенностью. Окей, у тебя неуверенность, к тебе обращается там человек, у него из-за неуверенности, допустим, как следствие, да, импотенция. Можешь помочь? Нет. Ты гипнотерапевт? Стоит тут задать вопрос. И потом складывается ощущение, да, что дает вообще гипнотерапия. И на сегодняшний день то, что вижу во множестве пабликах, в рилсах, в сторисах у людей, у меня у самого складывается ощущение, что люди преподносят, что гипнотерапия – то, что делает из 50 тысяч 100 тысяч рублей, и может помирить разругавшихся супругов. Как будто на этом все. Поэтому, исходя из этого, гипнотерапия, походу, не работает, и это ничто вообще из того, как ее презентуют люди. Хорошо. Ну, как правило, это из-за того, что порог входа уменьшился. Насколько я знаю, сейчас стало обучение по гипнотерапии бесплатным, и любой человек может его пройти, и любой назваться гипнотерапевтом. Но мы про то, что назваться это может любой, а вот быть гипнотерапевтом – это уже другое дело. Как вы считаете, какие основные критерии у человека, который занимается исцелением, чтобы его прям назвать мастером? Ну, вот начну с того, что это бесплатно. Зайдем мы на любую видеоплатформу, в YouTube. Если люди нас посмотрят в России, то у вас там, наверное, ребята какие-то другие теперь платформы есть на замену. Обучиться можно всему, но станешь ли ты от этого специалистом? Для меня основные критерии гипнотерапевта, по которым его можно оценить, с какими проблемами он готов помочь, гарантированно человеку справиться, какой действительно даст результат. То есть какие кейсы у него будут, есть ли ему что показать. Потому что в любом случае, давай будем исходить из того, что когда он обучается, ему необходимо практиковаться. И уже на этом этапе он не может не сформировать себе крутых кейсов, если это действительно хороший специалист. Согласен со мной? Да, 100%. Когда начальная практика начинается, ты уже даже там тем же студентам, на них работая, какие-то проблемы решаешь. И прям очень быстро. Конечно. Поэтому если ты человеку задаешь, ну, и он тебе говорит, что он гипнотерапевт, и какие у него есть кейсы, и кейсов нет, то сразу все развеивается вот так. Просто нет кейсов, нет экспертности. Ну, для меня просто как, вот я просто смотрю по верхам, может быть, но в моем мировосприятии человек либо экстраординарные результаты какие-то показывает, то есть лечит что-то, что никто до него не лечил, либо тяжелые болезни, либо его не существует, он просто серая масса, потому что на его место может прийти любой другой. Вот, допустим, назваться гипнотерапевтом, там, посмотрев три видео, ну и что? А какие результаты у ваших людей, которые к тебе приходят? А вы деньги возвращаете, если, допустим, у вас не получилось человеку помочь? И вообще я считаю, что вот изначально, если человек позиционирует себя, то, что он может вылечить, он должен как-то это заопровить. Вот, допустим, я говорю, я могу вам вылечить то-то, то-то, но при этом я не готов ничем своим ради этого пожертвовать, деньгами, допустим, обратно вам вернуть. Это уже говорит о том, что человек немножко как будто бы неуверенно себя чувствует на своей позиции. Конечно. И здесь момент в том, как раз здесь же, насколько получается сам эксперт верит в свой инструмент. Вот как мой кейс, который мы сейчас обсуждали с тобой за кадром, с вот этой девушкой, с этим мальчиком шести лет, она мне изначально приходит ко мне на консультацию и сразу выпуливает весь список, где она уже была. То есть, это там несколько неврологов, психологи, там самый крутой психотерапевт какой-то Ростовской области, да, бабка-гадалка, иголки в него уже повтыкала. И говорит, все как один мне сказали, что ему не помочь с этим, что это неизлечимо. И я, имея достаточную экспертность и веру в свой инструмент, говорю сразу, я тебе помогу. Ну, она точно, я говорю, я вот в полном объеме верну тебе все деньги, если у меня это не получится. Она пришла ко мне по рекомендации и говорит, я подруге, которая мне рассказала про вас, сказала, что я ей подарю ящик шампанского, если мне это поможет. Я говорю, уже можешь его остужать. Настолько я уверен в себе. И все получили. Я свои деньги, она здорового ребенка, ребенок 2 сентября в этом году, первое выпало на воскресенье, пошел в первый класс, и подруга получила шампанское. Все счастливы, все довольны. А вот в плане гипнотерапии, если мы сейчас чуть-чуть пошире будем смотреть, сам продукт, когда мы лечим людей через введение гипноз, он иногда вызывает вопросы. То есть, а как это у меня сейчас гипноз, а вот как цыгане, вот это вот все. Вот такие вот основные поверхностные мифы. Я думаю, вы много раз их развеивали, но было бы классно сейчас их проговорить. Почему введение в гипноз человека, это не что-то плохое там, и там нельзя ему там засунуть идею, чтобы он тебе все деньги, допустим, отправил? Так тоже часто спрашивают. Ну, я с этим часто сталкиваюсь. Также и здесь, в Таиланде, на Пхукете. Буквально пару недель назад ходил на стендап, сидел на первом ряду, и когда не мог не привлечь внимание, наверное, своим видом, лысый, татуированный, с медальонами, естественно, у меня спросили, кто и чем я занимаюсь, и рассказал. И начали выстраивать как раз мехопанораму вот в этом русле. То есть, как ты говоришь, обсуждая цыганский и сценический гипноз. То есть, наша работа ничего общего с этим не имеет. Можем ли мы, то есть, шоковые индукции и так далее. Да, естественно, я проходил обучение, но это для меня не больше как развлечение. Да, можно человека там щелчком пальцев... Спать. Да, сразу оп, выключил. Но это больше такое показное. А с чем ты будешь работать? То же самое, как, я думаю, что и ты знаешь, как специалист различной индукции. Здесь же важно не пережать. Потому что иначе потом сидишь и скучаешь так. Марина, Марина. А там посапывание, слюна уже вот так течет. И получается, что здесь работа вот такая на грани. И специалист действительно должен улавливать этот момент. И в случае, когда видит, что человека немножко выбивает, добавить какую-то технику углубления. Углубить его немножечко, чтобы работать... А если, наоборот, слишком глубоко, то чуть его оттуда достать. Да, да, да. То есть, как-то вот, я же говорю, там, или позвать, Марина, Марина, чтобы... Ну, потому что работа будет просто разрушена, нарушена. И человек всегда имеет сам желание попасть в это состояние. Потому что оно кайфовое, на самом деле. И он пришел ко мне. Он обратился ко мне. Он заплатил мне деньги. Он хочет этот результат. Он не может его просто взять и не получить. Он пришел сюда за этим. А когда я иду мимо цыганки, у меня нет желания ей отдать деньги. Если человек подразумевает об этом, ну, окей, отдай. Наверное, ей нужнее. Ну, окей. Ну, такой вот вопрос. Раз уж мы начали говорить, такую практику, практики такие смешные моменты, где человек засыпает. Есть еще какие-то такие смешные ситуации, когда, допустим, вот человек не готов на уровне к ментальным какому-то трансформациям. И у него постоянно какая-то херня. То кошка начинает, то свет начинает мигать, то связь выключается. И он как бы вроде бы ни при чем, но как будто бы сам вот на ментальном уровне прям стопорит процесс. Я потому что прям помню такие ситуации. Ты уже настроился, у вас идет работа там, какая-то прям психотравма плотная. И у человека каждый раз из сессии в сессию то свет гаснет, то еще что-то. Сталкивались вы с таким в своей практике. И что это, если не какая-то такая мистика? Сталкивался, да. И мы, так как, скорее всего, мы потом перейдем подробнее о мистике говорить, то я могу сказать, что она есть, да. И здесь достаточно можно плотно выстроить это как раз с подсознанием, да. То, о чем мы думаем, имеет тенденцию происходить, то, чего мы боимся. И насколько мощный все-таки критический фактор, когда приостанавливает нас от достижения желаемых результатов. Настолько, что аж свет выключает. Да, это действительно случается. Мы вчера с тобой вместе были на одном мероприятии, где видели, как сигнал просто постоянно прерывался, да. Где действительно только важная какая-то информация, ценная, интересная доносится. И тут бах, пип-пип-пип, сигнал потерян. Это довольно часто встречается. Но я предупреждаю всегда людей, во-первых, о возможности, да, если мы общаемся онлайн, все может произойти, говорю, без паники, не паникуем, спокойно, я перенаберу еще раз, все, лежим, продолжаем с этого же момента. То есть я смотрю, насколько человека сильно это встревожило, повлияло. Опять же, применяю различные техники углубления, что для этого будет необходимо. И продолжаем работу. То есть на достижении результата это никак не сказывается чаще всего. Вот тогда такой вопрос. Люди же, как правило, приходят с поверхностным, ну, по верхам, то есть вторичные, вторичные, вторичные причины. И вы начинаете с ним общаться, вы обнаруживаете, что человек просто живет во лжи, там столько стлоев самообмана, а ему нормально. Насколько сильно среднестатистический человек, вот к вам постоянно люди приходят, себе врет, обманывает себя касательно своих проблем? Ну, насколько сильно такую статистику не веду, а вот сколько человек это делает, то практически 100%. И сегодня я как раз там сделал вырезку у себя в своей социальной сети сториз, где я как раз своему студенту рассказываю важное правило, да, что плох тот гипнотерапевт, кто лечит человека от того, с чем он к нему пришел. Человек приходит и обращается на уровни сознания. И здесь дело даже не только во лжи, да, и человек же не хочет меня обмануть, он тут врет себе. И о многих результатах, которые может получить посредством гипнотерапии, на сегодняшний день он даже мечтать не может, и фантазировать из-за своих блоков и убеждений. Поэтому дай человеку больше, чем он к тебе пришел. Приведи его к истинному себе. Вот что должен сделать настоящий гипнотерапевт. Я знаю даже кейсы. Ну, мы, конечно, будем позже говорить еще про призвание, когда настолько сильно человека вводишь в трансовое состояние, настолько глубоко заходишь, что можно откопать предназначение человека. Это вообще для меня было мистически волшебно. Я об этом узнал буквально недавно, и такие кейсы. И сам недавно с этим столкнулся, доведя человека до того, чем он хотел заниматься по жизни. Это просто невообразимо. Ну, для меня-то раньше, как это было, есть определенные церемонии, на которых это узнают. А тут бамы через гипноз. Есть ли у вас такие кейсы? Интересно было бы послушать. Да, случался один из первых, в принципе, моих клиентов. Интересная история. Человек пришел ко мне с банальным запросом как раз в финансовые блоки, увеличение дохода. Мой принцип, да, работать с ним. То есть я не вступал в контры. Я выслушивал все. Я наблюдал. Я видел реакцию на вопросы о жене, о роде деятельности жены. Я понимал уже ситуацию, что есть здесь конфликты в отношениях. И отношения влияют на финансовую реализацию мужчины, как, собственно, и он блокирует результаты своей супруги. И его основная цель была уйти с работы, развивать собственный бизнес. У него был собственный бизнес, торговля кроссовками, то ли через маркетплейс или онлайн-магазин. Ну, не суть, в принципе, да. А над деятельностью своей супруги он откровенно насмехался на первичной консультации. Занимается ерундой какой-то там, что, 30 тысяч рублей зарабатывает и так далее. Пусть балуются. Да, это был такой у нее сетевой маркетинг. И ей, по сути, для увеличения своих доходов необходим контент хороший. Я думаю, ты понимаешь, да, как сетевики свои продажи выстраивают. И здесь уже после второго сеанса, вот, то есть человек пришел, говорит, помоги мне уйти с наемной работы и полностью погрузиться в свой кроссовочный бизнес. И он мне говорит, слушай, мы, говорит, вот то, что копнули на предыдущем сеансе, на втором, это же и есть я, говорит, все, я прям трансформировался. И я, говорит же, вообще оператор, видеомонтажер, у меня есть все оборудование. А я боюсь, и я просто не шагал в это. У меня есть все. И те люди, которые, с кем я вместе обучались, они зарабатывают на этом и реализовались. А я просто не мог шагнуть. И, по сути, он пришел к тому, чтобы я его в кроссовки привел, а я его привел к истинному себе. И он был счастлив и благодарен, и взял камеру и пошел работать тем, чем ему действительно в кайф заниматься. Это такой вопрос. Если мы говорим про то, что человек нашел свое призвание, это вообще можно как-то в деньгах посчитать, сколько это стоит? Плата мне? Да. Как целителю, который помог? Ну, мы изначально, давай так, что любая цена, которую получает гипнотерапевт, скорее всего, будет мала, недооценена. Потому что мы человеку меняем его жизнь, он обретает истинную жизнь самого себя. Вне зависимости от сложности запроса и моего потраченного времени, он получает гораздо больше, чем дал мне. И это очень здорово. Вот я к тому, что, ну, многие зрители, чтобы они понимали, вот, да, цена новой жизни, она какая-то, просто бесконечность. Вот представьте, да, вот мы сейчас там два года, три-четыре года назад, до всех энтерогенов обучения и так далее, да, нам говорят, хотите там вот таким быть, как сейчас, да? Да, хочу. Сколько готовы отдать, блядь? Ну, не знаю, ну, все деньги, которые есть. Ну, все плюс три, плюс четыре умножить на десять, чтобы таким стать. Это же просто мечта. Вот такой вопрос. В начальных этапах гипнотерапевты, особенно, которые вот только начинают, ребята, они боятся как-то о себе заявлять, брать деньги за свои услуги. Как вы считаете, правильно ли, когда человек еще не обучился делу, идти брать у кого-то деньги? Или это нужно подождать и делать позже? Ну, во-первых, придем к тому, что все гипнотерапевты, которые проходят обучение, у них есть возможность чаще всего в академиях, в группах, где они находятся. Как это моя академия или там, где я сейчас веду свою деятельность в академии Павла Дмитриева. Всегда есть группы, коллеги, на ком мы можем оттачивать свои навыки и практиковаться, и получать свои вот эти как раз первые кейсы. И когда к тебе приходит первый человек, ты также не можешь не взять деньги. Потому что я всегда говорю, что деньги, оплата, это уже терапевтический момент. Сто процентов. То есть человек, он сразу здесь принимает тебя как эксперта, раз, он принимает свою проблему и показывает готовность избавиться от этой проблемы. И если этого не будет, человек, многие допускали ошибку, вот так же здесь сидит моя супруга, да, и она проходила этот урок, допускала ошибку, брала свою подругу в бесплатную терапию. Итог. Подруга слилась, Алену необходимо было потом из отката вытаскивать, потому что человек себя обесценил. Да, есть такая тема. Я считаю, что вообще, ну как, если целители будут это смотреть, берите деньги по справедливую цену, потому что не сталкивайтесь с проблемой, когда вы отдадите человеку много чего, а потом как бы в дисбаланс уйдете. Много ребят молодых там, ой, я сейчас возьму бесплатно проработаю. Нет, у тебя есть академия, где ты учишься, там прорабатывай, не надо брать клиентов, ты как бы, ну, что-нибудь навредишь, там, сломаешь. А если ты опытный уже, то я считаю, это вообще священный долг брать деньги за плату. Потому что если этого не делать, ну, человек не сможет просто вылечиться, нету жертвы никакой. Да, но это вот терапевтический момент. Если его не будет, он не получит этого результата просто. Человек должен же что-то отдать тоже, а не просто взять от тебя что-то. Иначе ничего не будет. Отлично. Ну, с этим моментом мы разобрались, почему гипнотерапия, типа, это рабочая тема, и, ну, разоблачение уже идет полным ходом сейчас. Реальные кейсы мы тоже привели. Тогда можем плавно перетекать в тему энтеогенов. Вот люди не верят в, говорят, это там плохо, запрещено, там, ну, вот, энтеогены конкретно, грибы, айвазка, это наркотики и так далее. Я хочу сказать, тот же анестезия, та же, которую вводят людям перед операцией, это, возможно, для вытеки будет открытием, это тоже наркотики. Но если чувак в халате их вел, и у него есть бумажка, то это наркотиком быть перестает. Так получается, что наркотики — это категория государства, когда она разрешает что-то или запрещает. А когда мы говорим про те же энтеогены, в некоторых странах они разрешены. Какое у тебя мнение на этот счет? Ну, по поводу того, что является ли это наркотиком хорошо или плохо, хорошо сто процентов, и могу сказать об этом, приведя множество примеров своей жизни, людей, кого я к этому привел. Исходя из того, с точки зрения государства, государству кто нужны? Рабы? А что делают грибы с людьми? Они освобождают их. Им невыгодно. Вот сейчас тут в помещении очень много свободных людей. То есть процент, и вчера тоже было на мероприятии, процент свободных людей на один квадратный метр очень большой. И матрица, как можно назвать, плачет. И когда человек, допустим, открывает способ за четыре дня, за один соболезновым день трансформации пройти, это настолько волшебная вещь, настолько снимающая оковы. Ну, конечно, невыгодно ее делать тиражируемой, чтобы все о ней знали. Ну, конечно, это опасно. Моя жизнь абсолютно изменилась. Давай я поделюсь своим первым опытом, своим первым трипом. Сразу же, да, опишу его подробно. Как это происходило, как я к этому вообще пришел. Значит, изучали мы эту тему довольно долго. Я не употребляю ничего, никаких наркотиков, ни алкоголя, ни курю. Ничего в моей жизни нет. Но в ней есть грибы. И я благодарен себе за то, что они здесь есть. И вот мой первый трип, он пришел к тому, что была у меня петля. Был бэт-трип такой, небольшой. По петле меня покидало, потому что были как раз вот эти страхи сойти с ума, потерять реальность того, что кто-то об этом узнает, и меня обязательно осудят за то, что я обожрался какими-то грибами, и, видимо, я наркоман. Вот эту петлю я прошел в своем первом трипе. Потом в нем я встретился с Павлом Михайловичем, со своим наставником. Повзаимодействовали, пообщались, можно сказать так. И потом я прошел дальнейший, следующий уровень. Поднялся через какую-то высокую библиотеку. Встреча с творцом через такой... Хроники Акаши? Ну, да, через библиотеку. И там был у меня образ как разноцветное, такое стеклянное, да, образ, какой-то лик. И он светится, и здесь у меня вообще все меняется. Лицо, рядом со мной сидела моя супруга, у меня текут слезы, такая милость, умиление. Я прослезился, расплакался. Меня выкидывает из трипа. То есть у меня здесь было, что творец милости в камне, и он мне говорит, ты целитель. Ты целитель. И все, и у меня вот эта улыбка, все, меня выкидывает из трипа. Я сходил в туалет, кладусь обратно, ложусь, и мне показывают ту жизнь, в которой я сейчас живу. Большой дом, бассейн, океан, острова. Я, окей, а где взять деньги на это все? И мне, как знаешь, такая боль, как грубо, грубо. Я допустил ошибку, видимо, переспросил. Бах, просто вот так, как клеща мне, и типа, ты тупой, ты не понял, ты целитель. У тебя есть два пути, которым ты идешь, и вот этот. Ты целитель. Если ты идешь по этому пути, то эти вопросы для тебя вторичны. У тебя будет все, если ты идешь в соответствии со своим призванием. И вот если проводить здесь ассоциацию, опять вернуться немножко гипнотерапии, почему она вообще работает, то есть все основано на ментальных образах, которые у нас формируются. И, грубо говоря, у меня как очередная татуировка как будто на мозгу выдолбилась, да, что я целитель. И это настолько твердый, устойчивый ментальный образ, что он впечатался, и я просто иду этому пути. И вот этому... Простой ли это путь? А до трипа кем ты себя считал? Какой профессии ты себя причислял? Ну, я изучал гипнотерапию уже, да, и я практиковал, но, честно говоря, знаешь, вот что-то смущало, вдруг не вывезу, не справлюсь, вдруг в этом не будет стабильности, как раз, опять же, вот эти какие-то финансовые моменты где-то посещали, и здесь все, все отпало. Но был ли просто? Просто не было. Конечно, это героизм, отказаться от всего. То есть мне сказали, либо ты целитель, либо кто-то другой. И в этот день у меня была другая работа, две. Одна из них была такого рода, что я просто ходил и два раза в месяц забирал деньги. Я отказался от этого всего, принес это в жертву, проявил свой героизм, чтобы пойти путем целителя. И вот здесь, да здравствует, дары и мистика. Дары и мистика, как мы плавно перетекаем от темы к теме, я тоже чуть поделюсь своим опытом первого, ну, второго ретрита, когда я пришел полностью разобранный. Я уже не знал, кто я. Я блогер, я бизнесмен, у меня вот отовсюду все как-то вот так идет, непонятно. И хотелось какую-то центральную линию жизни. Это же вообще, особенно у молодых ребят, такая страх есть не тем делом начать заниматься и всю жизнь не на то потратить. Я хотел выбрать именно то дело, которое будет прям вообще четко, чтобы было все. Я вот прохожу ретрит, и мне говорят, слушай, братан, ты, короче, ну, шаман, давай лишних вопросов не задавай, и все, мы сейчас дальше пойдем. Тут сейчас тебя кошмарить начнет, лучше ничего не спрашивай. Я такой, да какой шаман, говорит, я сейчас сказал, что тебе начнет кошмарить, ну, все, давай, короче. И все, я начал, короче, в петлю умирать, перерождаться. Я уже вот лежу, от меня ничего не осталось, ноль, ноль, ноль. И я вот с этого нуля просто начинаю собираться с одной фразой. Я шаман, я целитель, я шаман, я шаман. Вырос, вот так выхожу, снимаю маску, говорю, это что было? А это был третий день ретрита. Я вот так поднимаю маску, зову шамана и говорю, я шаман, ты понимаешь, я столько денег. Все, я, короче, ушел. И вот насчет призвания, да, мы так плавно перетекли вот эту тему. Как меняется жизнь после этого вообще? Конечно, когда не нужно себя, когда ты себя больше не предаешь. Но это, я опять же повторю, что это непросто. Но если ты пошел, все, встал на путь своего призвания, все поменяется. Потому что ты действительно обрел самого себя. Здесь появился, то есть у тебя в этот момент появился истинный ты. В моем трипе появился истинный я. То есть вот тот Евгений Усольцев, которого теперь знают все, что вот я целитель, делаю вот эти, выполняю задачи немыслимые. До этого такого не было. Есть какие-нибудь с того трипа, были там задания какие-то? С того трипа заданий больше как таковых не было, кроме того, что я должен был сделать вот это, отказаться от других источников дохода полностью. И я думаю, что это немалый героизм. То есть на гипнотерапии у меня тогда был доход, но это доход нестабильный. Шатко-малкий. Да, то есть, да. А здесь есть стабильность. Меньше, но стабильно. Сто процентов. Я знаю, что я точно получу. И вот нужно было совершить этот героизм, чтобы прийти. И я уверен, что если бы я этого тогда не сделал, ничего в моей жизни не произошло. Не было бы этого дома, бассейна, островов и меня здесь с тобой на этой студии. Я тоже так могу про себя сказать. Если бы я не послушался Энтеогена, то я не знаю, где я был бы сейчас. Может быть, я валялся бы там под уфой. Такой вопрос. Вот этот героизм, его часто люди проходят, когда ты жил часть своей жизни не в призвании, потом его узнаешь, и надо от всего отказаться. И немалую часть сыграл, скорее всего, ну как для меня, Павел Михайлович, который очень много контента на эту тему выпустил. Я просто чувствовал, что я не один такой сумасшедший, который куда-то в пропасть каким-то целителем решил стать там от всего отказаться. И я прям помню, это не было такого, что вот прям эти видео смотришь, и видно, что человек это прошел уже, и проще становится от этого. Ну, я, да, всегда, естественно, видел, я понимал, и здесь следующее. То есть я когда пришел также в гипнотерапию, гипнокоучинг, вот там было несколько людей еще, на кого я тогда смотрел. Не будем разбирать, да, где сейчас, что с ними происходит. Это был там Александр Савельев и Виктор Алексеев. О, интересно. И в которой я жил до этого. И поэтому с какой-то точки зрения было проще. Когда было вот это, несколько даже ориентиров и доказательств, уже примеров на моих глазах, что люди вот так поступили. Я думаю, что и у тебя, то есть помимо Павла Дмитриева, были какие-то свои личные еще ориентиры. Ну, как бы не хотелось, как бы, несмотря на все то, что говорил Александр Савельев в своих видео, я считаю, что он крутой, он реально крутой. В тот момент, когда он прям такие вещи делал. Для меня это было как вот первый человек, который огонь добыл. Он прошел там Rolls-Royce, короче, грибы, задания, там, Маятник сильно очень это прямо создал, и Грегор, скажем так, да. И я лично, благодаря его вот этим прогнозам, что 15 января там вот это все в землетрясение, я лично из-за этого прошел ретрит, и я благодарен, что этого не произошло, и что он об этом говорил. Но вот то, что сейчас с ним происходит, вот об этом тоже можем, да, поговорить. Ну, как ты считаешь, почему его увело? Значит, не подпустил вовремя, не прошел интеграцию, испугался, не отказался от чего-то, не принес очередную новую жертву, не проявил героизма. То есть где-то струхнул все-таки, каким бы крутым не было. А можем мы небольшой дисклэмер дать на жертву, слово просто людей триггерить будет? Ну, как бы жертву, что значит принести жертву? Ну, жертву, вот как и я, то есть с работы ушел, отказался от работы, это своеобразная жертва. То есть никому голову резать не надо. Когда уволился, подписал бумажку увольнения с работы, это такая жертва, да, то есть выйти из привычного круга общения, жертва, уехать из холодной страны в теплую, да, это позитивно, но это жертва и героизм. Ведь там что-то осталось у тебя, да, что-то тебя там держало. Вот что такое жертва. А почему, как в картине мира твоей жертва, что такое жертва, зачем нужно жертвовать, почему нельзя просто так на халяву все получить? Ну, ты не можешь просто брать, ты должен освободить, можно сказать, место, кого ты примешь, что-то новое. Допустим так, вот у меня стакан уже пустой, да, если стакан полный, вот это есть ты, старый ты, и чтобы что-то новое сюда вложить, ты должен от чего-то из этого отказаться. И только тогда ты что-то новое в себя примешь. То есть получается, ну, то, что Александра увело, мы это объективно понимаем, это не секрет. Я думаю, это он и сам понимает, судя по образу жизни. Я просто разбирал этот кейс, мне было интересно, как человек на таком уровне, какие ошибки надо допустить, чтобы вот оттуда свалиться. Я почему-то посчитал, что это уклонение от наставника. Вот это сейчас будет интересная тема. Какое-то сокрытие, может быть, не договорил что-то, потому что если ты выгружаешь наставнику все четко информацию, вот у меня такой-то клиент, то у тебя всегда дают обратную связь. Я вообще считаю, что без вышестоящей структуры какой-то, которая уже проходила, это знает этот опыт, самостоятельно пытаться проходить, это просто суицид. И вот он наверняка что-то не выгрузил, не дорассказал. Есть ли какие-то такие кейсы в академии конкретно вот у тебя, когда ученики что-то недовыгрузили, и потом с какими-то проблемами столкнулись? Если бы рассказали, все было бы нормально вообще. Конечно, так и есть. Это было и будет всегда, потому что иначе, если здесь уже речь идет о ретритах, особенно, да, как в его случае, то его не смогли интегрировать. Он просто утаил информацию о том, что видел, какие есть задания, его не смогли здесь просто правильно направить и интегрировать. Поэтому чуждать. Ну и отсюда видно, что перекосило сразу в сторону по взглядам, то есть отказался и прошел в противоположную сторону от своего наставника. Абсолютно иные вещи говорит. То есть то, что он раньше рассказывал, и то, благодаря чему он приобрел все, он вдруг от этого же, от всего открестился и говорит, этого ничего нет. И вот. Да, мы можем вообще? Ты как считаешь, демоны есть или демонов нет? Ну, я не могу говорить, как демон не демона. Есть что-то потустороннее, мистическое и что-то высшее. То есть вот моменты, о которых я с тобой сейчас тоже за кадром пообщался, если мы будем разговаривать с точки зрения, как это сейчас презентует Савельев. Шишковидная железа и все. Как тогда происходят вот эти вещи, когда моя жена выходит из трипа на четвертом часу, точнее, еще не вышла такая, и там, и тут. И мне заряжает вот эту историю, что едем в Мордовию, через Москву, задание у бабушки, есть домик, в этом домике в 10-летнем возрасте у тебя случилась травма интимного характера. Я понимаю, о чем она говорит. И никто в целом мире не знает об этом. Какая ее шишковидная железа была в моем 10-летнем возрасте в Мордовии, когда она в этот момент училась в школе в Ростовской области. Понимаешь? Как тут говорить ни о мистике, ни о высших силах. То есть мы приходим к тому, что есть вещи, которые не поддаются логике уже. Никакому объяснению, абсолютно. В таком случае я-то так спрошу. Вот человек говорит, демонов нет. У меня вот частая претензия ко мне, что я там людям внушаю какие-то программы, что есть демоны. Я хочу спросить, если демонов нет и человеку ничего не мешает, почему он находится там, где он находится? Почему он там не супер богатый какой-то, живет где-то в жопе? Почему ему там нравится находиться? Что его ограничивает? И вопрос, если он такой крутой, ну захоти и поменяй свою жизнь, не получается. Смотри, чтобы познакомиться с демонами, когда люди, то есть я как эксперт сразу и в сфере гипнотерапии, и то же самое, ретриты. И как разделить? Когда человек ко мне приходит в сферу гипнотерапии, я могу быть здесь экзорцистом для него. Веришь в демонов? Я для тебя экзорцист. Не веришь в демонов? Я для тебя гипнотерапевт. Более привычно, типа такой высший психолог какой-то. Скажем так, окей, значит, твои демоны — это твои программы, части тебя. Но это вот внутренняя работа, когда идёт. И это только вот работа именно гипнотерапевта. Но когда мы говорим уже о взаимодействии с грибами или другими растениями, учителями, здесь точно идёт работа уже извне, которая направляет, которая даёт задания, необъяснимые. То есть какая-то взаимосвязь, и вот эти мицелии по всему миру, как мы оказываемся все где-то рядом. Случайно в нужных местах. Да, как нас сводят просто друг с другом. Как мы встречаемся, как мы реагируем друг на друга. То есть люди здоровые. Ну вот как моя первая встреча с твоим, получается, наверное, наставником, можем сказать, да? Артём Алексеевич, да. И мы с Артёмом встречаемся первый раз, открываются передо мной стеклянные двери кедра здесь на Пхукете. Он оборачивается, мы никогда не виделись. Мы сразу, о, привет-привет, обнялись, всё, уже оплачен вход, вместе пошли сразу дальше общаться. То есть уже как люди на одном языке, потому что разговаривают. Потому что в нас мицелиям мы дали возможность распаковаться, раскрыться и жить. И это не может быть чем-то непотусторонним, что эти силы нас просто сводят. И вот такие истории, как вот Алена, то, что я тебе рассказал, и другой вот кейс, что я рассказывал, то есть мистический, когда мужчине трепуемому у меня показывают девушку, раз показывают девушку, два показывают девушку, он говорит, я не знаю, кто это такая, ни разу нигде не видел. И тут вдруг в нашей жизни, в нашем доме, оказывается, это девушка. Это мой великолепный кейс с мальчиком вот этим, с нарушением речи. И она приезжает, оказывается, у нас дома, Алена выкладывает в сториз, он смотрит и говорит, Алена, это она. И просто, и вот здесь чудеса. И понимаешь, они уже на ментальном уровне, у них через СМС уже всё, там разница в возрасте стёрты. Через СМС у них уже любовь. И проходит два месяца, и вот у них счастливая семья, они женаты, они занимаются своим общим делом, двигаются в одном направлении, всё прекрасно. У меня тоже есть такой кейс, такой вы поделились, у меня аж благодарственная энергия такая сразу выделяется. Я как вообще пришёл в шаманизм, я сначала был, проходил ретрит, и мне сказали, ты познакомишься с Арсеном Маркаряном. Я говорю, о, классный, мой логический мозг, ну там через пару лет, да, сейчас познакомлюсь, короче. Я сижу такой, что-то где-то в отеле, у меня там уже заканчиваются деньги, там это было полугода назад, я ушёл со всех работ, всё, я теперь целитель же, надо развиваться в этом направлении. Я сижу такой, и вот просто скучно-скучно, и приходит сообщение от Артёма Толовикова. Смотри, сейчас нужно поехать куда-то туда-туда-то, помочь Арсену Ашотовичу с какими-то, с определёнными вещами. Вот. Я что-то не понял, что за херня, почему я, типа, я говорю, Артём, я типа что-то не понял. Он говорит, это твой шанс познакомиться с Арсеном. А я ему не говорил вообще про задание. И проходит ровно там три дня, я уже с ним знаком. Три дня. Там, ну, а после трипа, да, прошла там две недели. Ну, как это могло логически произойти без грибов? Как? Как? Они вот говорят информацию, мне все говорят ещё на интеграциях, да, это возможно, не торопись через несколько лет. Такой, да-да-да. Всё, и так вот две недели. Слушай, вот эту историю, которую ты сейчас рассказываешь, то есть для меня главный наставник, да, и вот этот вот ориентир, каким для тебя был тогда Арсен, для меня Павел Дмитриев. И тут мне, значит, показывают также в трипе фигуру Павла, показывают значимую, более высокую, то есть это было такое, знаешь, более длительное, да, меня. То есть кем я стал сейчас? Там основной наставник в его академии. А то есть кем показали? Самые высокие результаты. Мне показывают, что здесь в академии ты станешь звездой, тебя будут показывать там в интервью, на телевидении, ещё что-то. Ну, я всё, трип окончился, я это всё просмотрел, и так всё. Ах, звездой, Павел Михайлович, как мне с ним сейчас вообще там, короче, встретиться и так далее. Следующий день. Ну, я уже показывал свои результаты, да, я уже был там самым успешным студентом на тот момент. Мне приходит смс-ка от куратора. Евгений, могу ли я с вами связаться? Мне нужно обсудить детали проведения интервью в городе Краснодаре. Я приеду по заданию Павла Михайловича снимать у вас интервью. Я такой, опа, чудеса сразу жене. Говорю, кошечка, посмотри, что происходит. Просто следующий день мне пишет другой человек, руководитель отдела продаж нашей академии. И говорит, Евгений, Павел Михайлович распорядился, приглашает вас в Таиланд на прохождение ретрита для сотрудников академии. Я не являлся сотрудником академии. И он мне задает вопрос такой, да или нет? Я говорю, у меня есть варианты отказаться. То есть я же уже это все видел. И понимаешь, опять же, у нас были мысли поехать как раз тоже в Таиланд или куда-то в теплую страну. Мы выбирали тогда, честно говоря, с Аленой между Балией и Таиландом. Хорошо, что вы на Бали не поехали. Да, и были четкие у нас даты. И дата ретрита на 10 дней позже нашей предполагаемой даты отлета. То есть мы четко понимаем, что реально мы уже будем в Таиланде. И вообще все сложилось просто мистически. И то, что мне показали когда-то еще в марте, сейчас в ноябре, это все уже осуществилось в моей жизни. И вот это значимая фигура. То есть я действительно лидирующий наставник его академии общения. Личное взаимодействие с Павлом Михайловичем. То есть все изменилось в жизни абсолютно. Как вы вот сейчас, у вас не бывает такого? Я вот просто бываю сижу и думаю, бля, охуеть, что еще происходит? Это что такое? Это моя жизнь? Реально? Так и есть. Потому что, слушай, история моя была такой сложной. Ну, видно. Детство было бедное, короче. И там и папа алкоголик, и мама с рынка, все. И я вроде что-то в жизни достиг. Как я тебе рассказал, там и дом в престижном районе, и иномарки, разнополые дети, развод снова на дне. И в начале этого пути, и давай так, даже не в начале пути, год назад мы с Аленой об этом, о переезде сюда, мы думали о поездке. О переезде речи быть не могло. И думали, вот зарабатывать 3-5 будем стабильно? Будет прекрасно. О десятках, о 20-30-40 речи такого не было. И когда вот я просто действительно вступил на этот путь призвания, и у меня просто вот так все распаковывается, и здесь еще, знаешь, такая интересная мистика тоже наблюдалась мной. Получается, к грибам, к растениям-учителям меня привел Павел Михайлович, да, то есть его академия. И здесь, значит, я трепую, мне дают задания, я как успешный ученик, то есть у Павла Михайловича было только по деньгам, денежный такой срез, да, есть деньги, можешь со мной общаться. Окей, я самый лидирующий, все. Выхожу вновь на прямой эфир с Павлом Михайловичем, и он мне озвучивает, докручивает меня по результатам, меня как эксперта, давая мне точно те же самые задания, теми же словами, которые вот были уже вот там у меня в Трипе. Да, то есть это, знаешь, когда у меня был основным из источников дохода, это было Авито, мне грибы за неделю до прямого эфира с Павлом говорят, сделай 100 объявлений. Об этом знает только моя жена. И мы заходим на, значит, прямой эфир с Павлом, на вебинар, и он мне говорит, Евгений, а ты сделай 100 объявлений. Я говорю, как так-то, думаю, опять. Ну и просто я понимаю, что вот здесь действительно мицелии соединяют нас, опять же, да, и мистика просто такая прослеживается, и да, и, честно говоря, я ваху, и просто от того, что произошло с моей жизнью. Вот мы смогли добиться матершинного слова от Евгения, спустя часто. Вот интересная тоже тема. Мы когда только заходили в тему грибов, оно не так было еще на уровне того, что сочетать методы гипнотерапии и грибы. И я недавно, как недавно, еще я говорю, полгода назад, я уже познакомился с такой темой, как слияние подходов. То есть та же проработка на грибах или после грибов, это просто как 100 проработок без грибов. Вот так по ощущениям. Я говорю, еще там же можно и самого себя прорабатывать, если ты понимаешь, как процесс строить. Я вот помню, на Айвазке я попал в петлю, в которой я себе сделал проработок 30, наверное, просто. То есть они приходили, приходили, я постоянно вытаскивал. И после этого навык терапии, экзорцизм, он просто вырос до небес. То есть я, когда с человеком работаю, во-первых, респект. Есть же такое, что там набиваешь определенное имя в тонком плане и среди этих ребят, и потом, когда ты к ним приходишь, по-другому общение строится. Конечно. Вот, и вот эта тема. Вот, слияние подходов, гипнотерапия и энтеогены. Как вы видите это в перспективе, как это сейчас? Это золотая связка, можно называть ее так, да, и одного без другого я сейчас не вижу. И как мы обсуждали, что вот вчера ребята, когда ко мне подходили и говорят, едем на ретрит, у нас вот такие-то передо мной стоят, значит, такие-то задачи, планы, такой-то запрос, на сегодняшний день проблема такая. Я говорю, вот эту проблему нужно, значит, вот до описанного тобой числа назначенного ретрита устранить, чтобы не попасть вот в эту петлю, и вот эти четыре дня не решать вот этот вопрос, мотаясь по петле, или один день, да, этот трип один просрать, грубо говоря, действительно прийти и классно работать. Петли будут все равно, пусть они будут более глубокие, но здесь это сейчас нужно убрать. Когда там случается у человека петля, задул ты ему рапе, выдернул из этого состояния, ему необходимо вытащить эту программу, демона из него, чтобы это не было, и это часто проработка здесь же прям лежачего у тебя человека, да, трепуемого. И то же самое интеграция. Интеграция — это не всегда просто приземленное общение, интегрирование тебя, как уже эксперта в этом направлении, что показывали грибы. Иногда требуется интеграционная терапия, также проработка. Мы это делали с Аленой, когда у нее в трипе была, значит, история вот это слияние там мужских, женских энергий, там материнства и так далее. Много-много показали, и как будто, знаешь, ощущение, что трип окончился, и как будто чего-то не хватило. И вот здесь мы просто делаем ей проработку, а она этим же вечером, она еще, грубо говоря, в этом же состоянии грибы в ней. И это настолько крутая и мощная проработка, когда делает хороший специалист, в тебе грибы, и ты прям это все видишь. С образцами, да. И это все. Ты как будто еще один трип. Уже без грибов ты, короче, вечером еще дотреповала, и вот действительно закончила и получила максимальный результат. Да, такой вопрос. И вы же проводили ретвит, ты уже проводил ретвит, но вы с женой имеете в виду. Как правило, люди надеются после трипа попасть в какой-то очаровательный мир, где все легко и просто, но я заметил по своему опыту и по себе, что после трипа, когда ты выходишь на новый уровень, там тоже приходится рисковать, там тоже бывает страшно, и там тоже нужно действовать по-новому. То, что это как раз такие послания к тем людям, которые, знаешь, там прошли трип, через неделю еще один трип, через месяц еще один трип, 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 и пытаются куда-то убежать, как будто бы. Как ты вообще смотришь на это, на то, что вот я же трепанул, почему все равно приходится какие-то сложности выполнять? Ребята, которые трип, 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 как ты говоришь, это утиль уже. И скоро, прям и быстро это происходит, ушуршали сразу в утиль. Смотри, если у меня есть постоянный доступ к грибам, есть все техники, есть всегда со мной великолепный специалист, почему я не делаю этого постоянно? Не перекладываю ответственность. Я прохожу уроки, я выполняю задания. Вот это, как ты сказал, какой-то оказаться в волшебном мире, да, это же для них, как вот эта волшебная таблетка. О, нифига себе, значит, у него была такая жизнь, я теперь такая, он что, грибов сожрал? Сожру-ка я тоже. Но я напомню, что я проявил героизм. И чтобы оказаться вот в этой счастливой, красивой жизни, как я сегодня записывал там сториз, да, я говорю, у меня день рождения в августе. Когда я был маленький, я мечтал о наступлении лета и ожидании дня рождения. Сегодня я себе в жизни позволяю ту жизнь, чтобы лето у меня не заканчивалось, а каждый день был как день рождения. Вот так. Но к этому же нужно было прийти, и это не от того, что я съел грибов и оказался в Таиланде в этом доме. Да, проснулся уже, все готово. Конечно, нужно было совершить действия, отказаться от той работы, от окружения, то есть проявиться в призвании, взять ответственность. Вот эти, когда люди ко мне приходят и говорят там, у моей мамы там опухоль, поражение пищевода там 60%, ты ей поможешь? Можно она полежит, просто вы что-нибудь сделаете, она все пройдет, все. Помогу, я сделаю. Она должна, во-первых, понимать здесь, и я какую ответственность на себя беру. Если я этого не буду делать, у меня не будет вот этого моего сегодняшнего результата. Но этот путь мне грибы показали. Они показали путь, а я по нему иду. А это не от того, что они мне показали, у меня дом выстроился, и как там в русской сказке стеклянный мост через реку вдруг, там по щучьему велению. Я люблю такую метафору, что помогают. Помогают и помогают, но помогают героям, которые сами делают действия и двигаются в нужном направлении. И вот такая тема, мы, это прямо уже, вот мы говорили про мистику, где типа все как-то помогают, а сейчас мы в еще более глубокий под уровень пойдем. Божества, взаимодействие с божествами. Как ты считаешь, зачем вообще люди нужны им? Зачем они приходят и что они хотят? Ну, на твой взгляд. Высшие цели. Когда мы собираемся, у нас у всех есть какие-то уже глобальные высшие цели, мы понимаем, куда мы идем. Но к этим целям, опять же, стоит вот эта мистика. То есть мистика, это же вот это красочное, то, что мы описали, что вот ништяки, ништяки насыпаются, да? Но мистика, это всегда награда, награда за героизм. И вот божества, они это как определенный фильтр внедряют. Сможешь ли ты выполнить потом поставленные перед тобой глобальные цели? Не сольешься ли ты сейчас на этом пути? То есть божества ставят на тебя глобальную ставку, большую, но им нужно тебе доверять. И понять, что ты доверяешь им. Тебе показывают путь, но для этого пути ты должен 30 раз вспотеть, чтобы его пройти. А может быть и 100. Показал ты это? Сделал ты это или нет? Это вот как мы с тобой уже обсудили некоторые фигуры, которые просто взяли и слились с этого пути. Ну это же вообще... Ну ладно. Наверное, там такие, такого уровня проверки идут, что там реально тяжело. Либо входные данные, как вот... Я видел такой урок, гипнокочинг, есть в бизнесе входные данные. Если они не очень, то при масштабе входные данные тоже будут увеличиваться. То же самое, если у человека появилась высокопоставленная должность, но у него там маленький процент есть чего-то не очень плохого, плохого точнее, то оно разрастается вместе с ним. И вот обсуждая это, мы приходим к концепции того, что нужно быть сильным, действовать самому, и тогда тебе будет откликаться мир. Ну, во-первых, так. Тогда если ты на сто процентов не готов отказаться от того, что ты имеешь сегодня, то нехрен туда тебе лезть. Вот придем просто к этому. Потому что люди приходят, и они реально потом раз и не готовы просто шагнуть. Нужно понимать, что если ты в это пришел и собираешься взять от этого что-то дары, ты должен вот этим как раз пожертвовать, от этого отказаться. Если ты этого не сделал, было где-то плохо, вероятнее станет еще хуже. Поэтому не думай, что какая-то волшебная таблетка. И типа, ну если что-то страшное покажут, я, наверное, не сделаю, а через недельку еще разок трепану, и вдруг покажу что-то попроще. Да, прикольно, чтобы побольше было кайфа. Так не будет. Нет, показывают жестка, и надо делать еще потом. Это из последних тоже заданий, да, там, мне надо было найти жену. Ну как найти? Она типа появится сама. Ну показывают. Я поехал, нахер мне это надо было? Сидел бы себе в Таиланде, в эту Корею, блядь, там оформляешь документы, прилетаешь, там еще надо жить, ходишь, что-то, у них климат какой-то сухой, там непонятный, короче, жесткач, 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 чуть-чуть получается, жесткач, 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 нормально получается, и нужно постоянно жертвовать действиями, показывать, что ты типа вот достоин, и только тогда у тебя все складывается. Вот теперь на ивенты зовут выступать, и как классно, вы тоже вот, ты считай, да, отказался от старой жизни, бам, уже главный наставник гипно-коучинга, прикольно, прикольно. Конечно, мог бы дальше барахтаться, там, в Краснодаре заниматься своими делами, торговать медицинской техникой, там, сдавать машины в аренду, еще что-то. Вот, как будто машина в аренду прямо подходила бы, такой типа хасл. Ну да, я еще мог где-нибудь, на звукозаписывающей студии с рэпером, мне часто говорят вообще, твой образ, ты не похож на целителя, у тебя внешность как будто ты какой-то рэпер, я, ну окей, так, значит так, но это не мешает быть мне, стопроцентным целителем. Да, я просто заметил, что сейчас целитель, короче, просто в понимании людей, целитель это кто-то такой, друзья, сегодня у нас секретная техника, которая вас вылечит, я в белой одежде, святой там человек со святым прошлым, нет, типа, ну, сейчас максимально нестандартные все, и это и круто, потому что вы определенный калибр людей привлекаете, которые, допустим, вот в этой движухе, в этой тематике, там, связаны, может быть, с рэпом, поймут, вот, это же свой, Евгений свой, вот хочу к нему пойти, научиться целительству, я там тоже, люди смотрят, какой-то там, мажор, крутой, наглый, я к нему пойду, все, то есть, и... Все мы разные, да, потому что, что, целители, в понимании человека должен быть какой-то нейросеть, что ли, которая такая, привет, сейчас мы вас вылечим. Стандартные, все одинаковые, все должны быть образа Кашпировского, все собрались, все Кашпировские, и сидим перед экраном. Да, как у нас есть в этой, в Академии у Виктора Антона Раджебов, вот он разговаривает, короче, голосом нейросети чисто. Приветствую, сегодня мы с вами обсудим тему, как правильно проводить индукцию, я сижу, слышу, зачем ты меня в транс водишь, Антон, вот, вот, почему важно работать с профессионалами в обеих сферах, это важно, люди, которые занимаются грибами, часто не знают, как делать гипноз, никогда не занимались гипнотерапией, ну, есть же большой пул, шаманов, как говорит Павел Михайлович, в перьях, вот, с бубном, да, вот, насколько важно иметь, вы тем и тем, ты ведь тем и тем занимался, насколько важно иметь и то, и то? Ну, на сегодняшний день это очень важно, опять же, ну, либо у себя ты должен иметь, тогда какую цель ты будешь выполнять, быть просто руководителем какого-то ретритного центра, типа, я беру на себя ответственность, а работу выполняют другие, ну, да, тогда у тебя должны быть профессиональные ситеры, которые, опять же, да, мы же говорим, что вот здесь петля, и здесь гипнотерапия нужна прямо здесь, когда человек у тебя лежит на матрасе, когда его корежит, когда из него нужно этого демона, вот здесь сеанс экзорцизма мощный, нужен прямо сейчас. Напоминаем, что демонов не существует, это приснилось нам. Да, никто не блюет, не блюет, ну, да, это факт, что если нету человека, который понимает, хотя бы одного человека, возьмите центр, чего вы там сели, где-то непонятно. Ну, и подготовительный, то есть, обязательно у вас должен быть, если большая занятость, должен быть тот человек, кто подготавливает людей к ретриту. Сто процентов. Нельзя просто взять чувака с улицы, и он, я хочу пожирать грибов, идем, конечно же, сейчас мы тебя накормим, и что будет, вот это его мотать по петлям, блевать дальше, чем бегать, ну, голым бегать, да, и все, что выпирает из его тела, отрезать себя. Это вообще ужас, я не понимаю, как они вообще, не, они должны существовать, чтобы люди, которые хотят сэкономить, с бумажевать, туда ехали. Да, посмотреть, научиться на чужих ошибках. Я с такими ребятами пересекался, знаю много этих историй, мухоморных, этих трипов, пантерных, когда это неожидаемый даже трип, когда человек не собирался, триповать никуда, и просто у пантеры есть, да, там такой накопительный эффект. Раз там думал, что он микродозится по трешке, и там трешка, трешка, и потом, пуф, в реанимации просыпается, 12 швов проткнутые, бедра порезанные, там еще что-то, и герой-звезда всех новостных хроник. А есть желание на мухоморе протереть это? Я нет. Я вот хочу, меня зовет. Ну, в правильном месте. Если зовет, в правильном месте, с правильным этим. Вот здесь же вопрос в том, вот видишь, как поставлен тобой вопрос, и почему такой ответ. Есть ли желание? И другое, и ты тут же сам отвечаешь, меня зовет. Вот, то есть, здесь важно не желание, а то, что зовет ли. Не важно, хочешь ты или нет, сказали. Хочешь, нет, да, то есть, если Айаваска меня зовет, я сажусь, собираюсь и еду на Айаваску. Я чувствую, что зовет, на самом деле. Вот так и делается, значит. Не, ну, в плане того, что тебя зовет Айаваска. Значит, необходимо будет, если, но я не чувствую, что меня сейчас зовет Айаваска, но в ближайшее время, в этом году, у меня точно будет очередной ретрит. Хорошо. Ну, Грибаха четверка, наверное. Я хотел сказать про уровень. Я когда съездил в Эквадор, там такой уровень, то есть, там у них все люди, участники команды, гипнотерапевты, камерамены, короче, повар вообще. Ну, это же все, все из нашей академии, но у меня сейчас ожидается, по поводу Айаваски, ты, видимо, как сквозь меня немножко заглянул, есть такая экспертность, Айаваска стоит у меня, в планах, все-таки есть такое, да, что она меня зовет, но тут же есть ощущение, что нужно пройти сейчас грибную церемонию, это будет в следующем году, там, где проводил Павел Михайлович, именно по этой ситуации, что я поеду туда, я сейчас активно изучаю английский язык, потому что там все интеграции проводятся на английском языке. Это вот то, что мы обсуждали на ивенте, да? В Корсике, да. Блин, ну это вообще круто. А туда какие-то нужны специальные документы, и так далее. Документов нет, у меня есть проходка Павла Михайловича, грубо говоря, этот дисконт. будет нормально вообще, офигенно. Так и надо двигаться, чтобы везде свои были связи. Как гипнотерапия энтеогена меняет подход к ментальному здоровью, мы это обсудили. Перспектива легализации, это вообще моя очень любимая тема. Я вообще, вот этот мир, да, я его часто представляю, где уже это легализовано, и где можно открыть по документам центр, сдать там нормативы какие-то, и чтобы это работало активно. Ну, я понимаю, что сейчас над этим ведется работа, но просто насколько тяжело в нашем мире на высоком уровне лечить людей, в плане, вот захочу я центр открыть в Москве, сколько там будет клиентов, бешеное количество людей, поможем им, да, но кто это разрешит, а никто. Никто. Вот именно поэтому, да, то есть у меня задавал в дне эфира такой вопрос, почему я пожертвовал, там, допустим, приостановил деятельность собственной академии, чтобы пойти здесь у Павла Михайловича проявляться. Это было сделано именно для того, чтобы вот эта глобальная цель, получить эту глобальную цель, микомистицизм, новая мировая, первая грибная религия, вот как у меня, на моей медали. Кайфовая. Да, и то есть это возможность действительно легализовать. Насколько я сейчас обладаю сведениями, я знаю, что в одной из крутой арабских республик также собирается легализация вот этих средств. И то есть вот эта глобальная цель, понимаешь, вот тут жертва, во имя этой глобальной цели можно пожертвовать собственной академией, зарабатывая там 30-40 тысяч долларов и уйти от этого, чтобы выстраивать свой путь заново, но в рамках чего-то вот этого глобального. Потому что вернемся к моему призванию. Я кто? Я целитель по своему призванию. И это не значит, что только я сам могу целить людей. То есть я могу... Ретритные центры. Я сейчас обучаю людей, для меня важно, чтобы мои ученики, студенты могли не просто вот это, как я сказал, из полтинника сотку сделать, а чтобы они могли с онкологией работать, там с дерматитами, простатитами, всем чем угодно, чтобы человек избегал хирургических вмешательств, травмирования, какие-то неизлечимые болезни. Вот что для меня важно. И тогда я проявляюсь здесь, как целитель в этом мире. Иду в своем призвании. И когда мы добьемся легализации где-то, где ее еще нет, и мы поможем еще большему, значит, количеству людей. Вот тут я и реализуюсь в своем призвании. Почему я это делаю и иду вот этим героическим путем на сегодняшний день? Я подтверждаюсь, подписываюсь под каждым вашим словом, практически под твоим. Я считаю, что процесс легализации это святой процесс, который задача целителя, каждого, кто хочет новую цивилизацию построить, в которой мы все будем в абсолютной любви, это начать двигаться в этом направлении. И я считаю, что как целителям молодым, наставление, когда они только начали, я уже считаю, что сразу надо смотреть на большой масштаб. Всегда. Если я целитель, то самый лучший, как я повлияю на мир, что я хочу добавить сюда. Потому что, ну, быть средненьким, ну, без выдающихся результатов, это как вообще? Вообще везде. Ну, то есть, все люди, которые приходят к гипнотерапии, потом грибами, не всем грибы покажут, что они должны стать шаманами или кто-то. То есть, у меня жена проводник, а я целитель. Видишь, разные призвания распакованы именно грибами. И если ты сапожник, так будь лучшим сапожником здесь. И тут то же самое, когда ребята просто раз там штуку 2000 долларов заработали на гипнотерапии, останавливаются на этом уровне, уже вот просто сидят, а в этом есть куда расти. И действительно, ради чего? Ты этим занимаешься? Ради этой штуки двух? Или ради того, что у тебя есть все-таки желание помогать людям? Изменять этот мир? То есть, чтобы этот мир изменился благодаря тебе, вот тогда приди к этому. Возьми, у тебя есть инструменты, есть специалисты, есть академии, где этому можно учиться. Учись, развивайся. А то научились у нас просто регрессию. Туда-сюда прометнулись, серая комната, что-то кого-то казнили, не казнили. Чего? Человека выречили. Ситуацию перечисали. Да, а давай, как у Алены была история, я прихожу домой, Алена вся в шоке просто. Это вот доверилось человеку практиковаться, да, и человек, который вот просто не слышал и не слушал лекции, который не вникал. А говорит, сейчас этот ворон большой прилетел, просто вот это схватил чувство и унес его. Все, нету. Я пришел, она говорит, во мне все бурлит, короче, говорит, мне срочно просто проработай. Представляешь, он шел по проработке нормально, а потом, ну, то ли у него действительно шизотерия там головного мозга, то ли он просто кого-то спешит, говорит, и начал просто чудить, что все, ситуацию меняем. Мама не пришла. Давай так, мама не пришла, дверь закрыта или там ветер не подул, короче, что-нибудь. А она говорит, мне не помогает, легче не становится. Тогда ворон прилетел, забрал, все, помогло же, уже же забрал. Короче, пришлось потом вот после такого псевдоспециалиста делать супруги проработки. Или, допустим, критерий не выявил, прогресс, кто прогрессию не сделал, это вообще. Слушай, по вот этим тоже критерии были у меня, значит, да, истории, когда человек, я говорю, ты должен познакомиться, понимать, с кем ты работаешь, куда ты ведешь, что ему нужно. И тут мне, значит, там человек ведет, ведет меня и начинает потом, что ко мне спускается там Архангел Михаил. Какой Архангел Михаил? Ну, блин, ты какое-то веровое исповедание мое узнал, или что? То есть, это все разрыв шаблона, в моих критериях этого нет. То есть, ты прекрасно выстроил, допустим, регрессию, и тут же взял и просто все разрушил. Какого ты вдруг Архангела Михаила мне плел в мой сеанс? Откуда он тут взялся? И все, просто вот так вот люди херят все результаты. Еще это ладно на бесплатной основе, когда ты клиента взял, ты кому-то что-то продал, ты же еще имеешь определенные обязанности выполнить свою работу. Поэтому и стоит вопрос, тот, который ты задавал, а настолько ли ты крутой специалист, что ты отвечаешь за свои слова и ты вернешь человеку бабки, если он не получил свой результат. И вот именно поэтому я за зачистку шучу, именно поэтому Я за то, чтобы люди начали грамотнее, чище подходить к своему подходу. Так и будет, останутся только суперпрофессионалы. Я считаю, непрофессионалов, учитывая нынешние события, их просто переживет и выплюнет. Да, поэтому у меня, вот если идти по мне, почему для меня это важно, и насколько я уверен, что я это сделаю, на 100%, потому что основное мое качество — это то, что я не то, что не боюсь, а искренне желаю вырастить равного и превосходящего меня специалисты. Автономного. Чтобы это был самостоятельный, действительно ценный специалист, без которого точно будет хуже, который сможет вот сесть, а ему говорят, никто не смог помочь, а говорят, это не лечится, он скажет, я сделаю. Я на этот счет тоже думал, и я понял, что нужно передавать как-то на следе. Я, короче, у нас есть центр, ретритный центр, центр гипнотерапии для подготовки или после сопровождения. И я планирую открыть еще академию, в которой люди смогут обучаться. И в этой академии именно расширяться, расширяться, потому что вы, видимо, пришли к тому уровню, в котором уже сталкиваешься с тем, что столько клиентов, либо настолько преуспел в деле, что хочется уже кому-то передать это. Я сейчас это чувствую, что нужно находить уже учеников, запускать рекламу. Это очень такое... Здесь даже не от масштаба, а именно от того, что понимаю, что действительно могу их сделать действительно качественными специалистами. И я же вижу вот этих людей просто, что они гипнотерапевты, гипнотерапевты. И хочется просто достучаться, что, ребята, придите и станьте лучшим. То, что сейчас это вообще не серьезно. Ну да, вот это... Я тоже захожу в Телеграме, каждый второй гипнотерапевт, думаю, ну, ты себя видел, братан, тебе бы самому подлечиться еще немножко. А потом же смотришь, я недавно... То есть, какая история? Что делает вообще гипнотерапевт? И что делает специалист по ретритам? То есть, как интеграции потом проводятся? Мы человеку от себя ничего не насовываем. Мы должны убрать только то, что препятствует человеку на пути к жизни его мечты. И тут я, значит, у себя на вебинаре в группе недавно разбираю ССКу. На ССКе слышу следующий человек. Учится у меня благо, что у него есть тот, кто один раз это услышав, и он больше никогда в жизни не повторит. Я говорю, это самая ужасная ССК за мою жизнь. ССК — это стратегическая сессия по выявлению, да, людям поясню. Какие проблемы, какие критерии, какой результат человек должен получить. Диагностика тоже говорят. Да, здесь, значит, момент такой. Он просто девушке задает вопрос, что делаешь, чем занимаешься. Она говорит, я вот сейчас еще английский изучаю. Он, не, стой, английский не учи. Ты английский не учи. Ты, говорит, сейчас поедешь в страну, где там разговаривают. Вот там быстро выучишь. Ты сейчас вот этим не занимайся. Она сидит уже напряжение, да, человек за помощью ее пришел. А ее нагибают тут просто. Какие у тебя планы вообще? Ты хочешь семью? Говорит, да, хочу семью. Сколько детей хочешь? Двух. Не-не-не, двух не надо. Вот смотри, я видел, говорит, по телевизору, у Бакальчук там пять. Это создательница Вайлдберрис. Вот надо пять. Они тогда каждый последующий воспитывают. И это там, ой, каждый предыдущий воспитывает последующего. И это просто какая-то трышачина. Я говорю, ты что делаешь? Ну, то есть ты человеку пытаешься засунуть его я куда-то. А ты должен достать его я настоящего и привести его к жизни, его мечты. Что ж ты творишь? Ну, благо, что это был у человека первый опыт. Он, видимо, еще не проявился. Ну, и сразу отправили тут же на проработку вот этого какого-то внутреннего учителя. И чтобы слетела эта корона, что якобы он знает лучше, как ей жить. Гипнотерапевт ничему не учит и точно не знает, как лучше тебе прожить твою жизнь. Это человек, который просто проводник в твоем подсознании. Оно само тебя, считай, может вылечить, правильные вопросы задает. И тоже вот с убеждениями, которые ставятся. Я сейчас постепенно прихожу к суперэкологичному подходу. Ну, я считаю, что это самое правильное. Когда человек сам себе вырабатывает нужные убеждения, ты даже ему не предлагаешь, что с ней говоришь, что посмотри на эту ситуацию так. То есть ты просто создаешь все условия, он получает осознание. Из этого осознания он начинает смотреть на ситуацию по-новому. Увидишь, что, блин, ну да, реально, что я на маму как-то газую нормально. Ну, забыл я в садике, но у него реально ведь работа была. Для меня там работала, типа. Вот. Очень круто. И вот у меня какой-то вопрос был. А, очень сильный вопрос для меня. Евгений, как ты считаешь, человек, когда кого-то идет лечить, он сам у себя это должен вылечить или нет? Сто процентов. Мы... Он не сможет эффективно лечить тогда этого человека. И вот смотри, мы сейчас разбирали как раз вот со студентами. Двое моих студентов, не сговариваясь, переехали жить в Таиланд. Ну, то есть я уже людей привел к жизни их мечты. Они освоили профессию, специальность, да, которая их может обеспечивать. Но я занимаюсь их обучением сейчас. И мы сидели, разбирали как раз вот эти моменты. И... Что-то сбился я. То, что надо ли, вот условно, если человек сам без денег идет лечить человека... Там, получается, в общем, как мы это выстроили, да, мы собрались, приехали мои ученики, мы собрались вместе, они приехали ко мне домой, собрались у них на кухне. И обсуждали моменты, что когда ты видишь, что человека только взял в работу, и вот, грубо говоря, в эсэске он что-то рассказывает о своей жизни у тебя раз триггернуло, ты должен еще до проработки с ним это сразу же проработать со своим специалистом. Убрать у себя, иначе ты ему не дашь результат. Когда ты его ведешь в проработку, и вдруг доходишь там до серой комнаты, обсуждаешь какие-то моменты касательно его мамы, и у тебя у самого накатывают слезы на глазах, ты не вылечил. То же самое, возвращаешься и пролечиваешь себя. Соответственно, сможет давать действительно крутые результаты только тот специалист, кто убрал это из себя, чтобы не было даже элементарных чувств, плюс таких кому-то покажутся позитивными жалости. Вообще, это такой бред, это жалость настолько вот самый сильный обман в мире, что это что-то похожее на любовь, даже близко на любовь, такое извращенство. Конечно. То есть вот мы приходили к чему? То есть человеку жалко, он не проработал, допустим, свои внутренние какие-то моменты, шоры, как, допустим, если это уже коснулось у всех там детства, родителей, значит, мать нужно простить там, допустим. И он не может вот здесь какой-то экспрессии, вытащить из человека эту агрессию там, и он проявляет жалость. На что я им говорю? Если, смотри, какая жалость, если ты хирург, и ты просто не будешь его сейчас резать, он сдохнет прямо здесь на столе. Если уж ты взялся, стал хирургом, и взялся за этот скальпель, будь добр, возьми и сделай то, что ты должен. Разрежь, достань, вылечи и заше его нормально здесь. И с вот этой жалостью так же. То есть у специалист должен абсолютно, без всяких там сентиментальностей и так далее, подходить к своему подопечному, к своему пациенту, клиенту, как угодно назовите, и абсолютно в ровной формате его довести до желаемого результата. Да, иногда ты будешь для него казаться плохим, злым, но надо триггерить, надо нажимать, надо доставать это все. Если этого не можешь, все, ты сдулся, проиграл, и верни ему деньги здесь и сейчас, не мучай его долго. Да, сто процентов. Я думаю, мы примерно приблизились к логическому концу. Я думаю, мы обсудили очень много сегодня. Это было так потоком, мне прям понравилось. Я благодарен, Евгений, за то, что ты пришел на подкаст. Взаимно. Вот, и я думаю, мы еще будем разные штуки делать, прикалываться, как-то по жизни что-то будет. Есть о чем говорить, друг друга понимаем, двигаемся в одном направлении, очень здорово, только вперед. Тем более, я так понял, что ты лев по гороскопу. Да. Я Овин, вот у нас есть связь. Отлично. Благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!